Велоспорт, велотренировки, питание. За последние несколько лет популярность велогонок значительно возросла. Велосипедный спорт может принимать формат однодневных гонок, различных по дистанциям, от нескольких до нескольких сотен километров, например разделки, гонки с раздельным стартом. Также это могут быть многоэтапные мероприятия, такие как Tour de France, Girodia Italia или Vuelta, в ходе которых спортсмены покрывают гигантские расстояния за несколько дней. Велоспорт требует силы и выносливости, хотя для отрыва, подъема в гору и спринта до финиша на пределе возможности не менее важны и анаэробные способности организма. Грамотная программа тренировок «Залог успеха» Стандартный график велотренировок Понедельник 60 минут высокая интенсивность Вторник 60 минут низкая интенсивность Восстановительная езда, укрепляющая аэробную базу Среда отдыха или силовая тренировка Четверг 80 минут высокая интенсивность Пятница 90 минут езда умеренной интенсивности с постоянной скоростью Суббота отдыха или силовая тренировка Воскресенье 3 и более часов езды на выносливость низкой умеренной интенсивности В зависимости от мероприятия, к которому готовятся действующие велоспортсмены, в период пиковых тренировок они проезжают за неделю 400-800 километров. Начинающие велоспортсмены в процессе подготовки к конкретному мероприятию стараются преодолевать около 240-320 километров в неделю. Учитывая все вышесказанные, схемы питания приобретают первостепенное значение, в особенности если вам приходится жонглировать еще и работой, и семейной жизнью. Итак, давайте рассмотрим несколько примеров тренировок и потребностей спортсменов, которые их выполняют. Низкоинтенсивные тренировки. Вне зависимости от выбранной вами дистанции, низкоинтенсивная восстановительная езда на велосипеде всегда имеет один и тот же формат. Она не должна длиться больше 60 минут в неспешном темпе примерно на 50% от вашей максимальной частоты сердечных сокращений. К тому же она укрепляет общую аэробную выносливость. При таком темпе вы должны иметь возможность без напряжения крутить педали и вести разговор. После поездки вы ощутите прилив энергии, вследствие чего такую сессию разумно будет оставить между двумя более напряженными. Требования к питанию. Низкоинтенсивная езда в неспешном темпе не требует специального источника энергии, при условии, что она не превышает 60 минут. Оптимально заниматься этим ранним утром натощак, поскольку ваш организм будет забирать все необходимые из жировых или гликогеновых запасов. Иными словами, ездить на велосипеде в неспешном темпе можно в любое удобное для вас время, однако нет нужды в специальной заправке перед тренировками. В день, когда вы планируете прокатиться в неспешном темпе, максимальная потребность в углеводах составляет 3 грамма на килограмм массы тела, а в протеинах 3-4 порции по 0-25 грамма на килограмм массы тела в течение суток. Для того, чтобы придерживаться такой нормы, достаточно трех приемов пищи в день порции размером с кулак сложных углеводов, овсянка, батат, кормеклоды, бобовые, из пригоршни протеинов, яйца, цыпленок, рыба. Все это дополняется свежим салатом или овощами в неограниченном количестве. В качестве перекуса подойдут фрукты или овощи. Тренировки умеренной интенсивности. Велотренировки умеренной интенсивности обычно проводятся в устойчивом состоянии, варьируясь по времени от 60 до 90 минут. Это быстрее, чем ваш неспешный темп. У вас должна сохраниться способность вести разговор, но уже не слишком свободно. Если вы пользуетесь пульсометром, он должен работать на 60-70% от вашей максимальной частоты сердечных сокращений. Эти сессии вы можете выполнять как на дороге, так и на турбо или велотренажере, но не забывайте выдерживать нужную интенсивность. Требования к питанию. Сессия умеренной интенсивности труднее, чем неспешное катание, но пока вы еще находитесь в зоне комфорта. Ежедневная потребность в углеводах составляет максимум 5 грамм на килограмм МТ, а в потерянных по 0,25 грамм на килограмм МТ 4 раза в день. Схема питания для нагрузок умеренной интенсивности показывает, как эти потребности выглядят в практическом выражении, а кроме того, в них учтено, в какое время суток вы ездите. Если вы опытный велосипедист, вам не составит труда выполнять эту сессию ранним утром натощак, не забудьте только выпить достаточное количество жидкости и тренироваться не более 60 минут. Если же сессия предполагается дольше 60-90 минут или запланирована на следующий день после напряженной тренировки, вам необходимо будет подзаправиться перед бегом. Вот несколько отличных вариантов. Банан, 1-2 ломтика солодового хлеба, 1 тост, маленькая баночка обезжиренного греческого ягурта с 1-2 чайными ложками меда. Обязательно продумайте о том, как будете восстанавливаться после поездки. Рассчитывайте порции исходя из того, что вам нужен 1 грамм на килограмм массы тела углеводов и 0,25 грамма на килограмм массы тела протеинов и не забывайте о временных рамках. Если это единственная ваша тренировочная сессия за день, старайтесь поставить восстановительный прием пищи или перекус в период 2 часов после бега. Скорее всего, он придется на ближайшую трапезу. Например, вы выезжаете из дома в устойчивом состоянии перед завтраком в 0,630 и возвращаетесь в 0,730. Сегодня у вас больше не предполагается никаких тренировок. Самое главное – хороший восстановительный завтрак, скажем мюсли с черникой к 0,930. Вы можете поесть сразу по возвращении, а можете сперва принять душ. Если в ближайшие 12 часов у вас намечается еще одна тренировка, а прием пищи не следует сразу за заездом, в течение 30 минут вам понадобится какой-нибудь вариант для восстановления вроде тропического смузи, а через 2 часа после него – основательный прием пищи. Тренировки выносливости. Велосипедная езда на выносливость – первостепенный элемент для тех, кто готовится к мероприятию, длящемуся целый день или несколько дней. Продолжительность нахождения в седле следует увеличивать с каждой неделей тренировок. Такие поездки развивают выносливость и помогают поддерживать хорошую аэробную форму. Двигаться следует в неспешном или умеренном темпе. У вас должна сохраниться способность вести беседу в течение долгого времени. Если вы не можете разговаривать, значит, напряжение слишком велико. Несколько вариантов программ. 3. 5-часовая езда в неспешном темпе с быстрым финишем. 4-часовая езда в неспешном темпе с быстрым финишем. Велосипедная езда на выносливость требует полноценного питания, поскольку углекогеновые запасы будут полностью истощены. Вам придется подготовиться за 24 часа до поездки и употребить достаточное количество углеводов как заранее, так и во время тренировки. Требования к питанию. Ключевая стратегия – употребление небольших порций углеводов в течение 24 часов предшествующих тренировки за каждой полноценной трапезой и перекусом. В этот 24-часовой период они вам понадобятся в количестве 5-7 грамм на килограмм массы тела. Постарайтесь придерживаться порций размером с кулак. Прием пищи – все во их нужно делать 4-6 в день. Должен содержать сложные углеводы. На практике это будет выглядеть следующим образом. 50 грамм овсяных хлопьев, банан, порция батат размером с кулак, 3-4 овсяные лепешки, порция отварного риса кускуса размером с кулак, тост. Принцип по малу, но часто очень важен, поскольку обеспечивает более эффективное хранение гликобина и не вызывает дискомфорта в желудке или проблем во время длительной езды. Такая схема, вошедшая в привычку, будет полезна и для дня состязания. Пройдитесь по схемам для тренировок выносливости, чтобы закрепить знания об этом типе питания. После того, как вы определитесь с тем, что будете есть до тренировок, задумайтесь о своих потребностях во время заезда. Они зависят от того, как именно вы планируете заниматься. Помните, что такие сессии не относятся к высокоинтенсивным, поэтому организм не нуждается в углеводах, как в источнике топлива. Используя принцип питания, описанный ранее в этом разделе, вы обеспечите себе полные запасы гликогина. Они будут снабжать вас энергией примерно 1-2 часа при темпе низкой умеренной интенсивности. Как только эти запасы подойдут к концу, организм переключится на жир, чтобы вы могли продолжать двигаться. Поскольку углеводы – необязательный источник энергии в данной ситуации, я всегда советую людям выбирать продукты, которыми им захочется перекусить во время бега. Такая продолжительность требует не только физического, но и умственного напряжения, и если у вас при себе будет самая малость чего-нибудь вкусненького, появится и весомый стимул успешно добраться до финиша. В ходе велосипедного заезда на выносливость продолжительностью дольше 3 часов вам потребуется 60 грамм углеводов в час. Попробуйте каждые 45 минут употреблять продукты, быстро высвобождающие энергию, например, энергетические гели, желатиновые конфетки, сухофрукты, чередуя их с продуктами, обеспечивающими медленное высвобождение энергии, например, бутербродами с дрожжевым экстрактом, бутербродами с бананом и ореховым маслом, браунией с ботата или соленым арахисом. Гидротация. В жаркую погоду принимайте электролиты или добавьте поваренную соль в сквошь из расчета 1 чайная ложка на 500 мл. Так вы предотвратите ее потерю вместе с потом и поможете организму удерживать воду. Если вы предпочитаете использовать энергетические напитки или сквошь с добавлением сахара, помните, что они являются источниками углеводов, вследствие чего вам придется соответствующим образом корректировать рацион. Организм в состоянии переработать максимум 90 грамм углеводов в час, поэтому их избыточное потребление может вызвать у некоторых людей желудочный дискомфорт и другие проблемы. Высокоинтенсивные тренировки. Эти тренировки выполняются на уровне очень близком к локтатному порогу или превышающем его. Сыдок их сессий повысить локтатный порог, то есть получить возможность бежать быстрее и дольше. Вот три высокоинтенсивные тренировочные программы. Тренировки по холмам 5 на 8. Они включают 5-минутный подъем в гору и восстановление за счет спуска вниз. Повторять цикл следует 8 раз с 10-минутной разминкой и заминкой в формате езды в неспешном темпе. Такие тренировки повышают силу и выносливости требуют большого напряжения сил. Вы будете не в состоянии вести разговор, карабкаясь на гору. Интервалы на ровной поверхности 5 на 5 это езда на пределе возможностей примерно на 80-90% от максимальной частоты сердечных сокращений в течение 5 минут с последующим 90-секундным восстановлением. Повторять цикл следует 5 раз с 10-минутной разминкой и заминкой в формате езды в неспешном темпе. Эту сессию также можно выполнять на вело или турботренажее. 60-минутная пороговая езда. Разминка посредством неспешной езды на протяжении 10 минут, а затем увеличение темпа до 75% от максимальной частоты сердечных сокращений, то есть до значения близкого к локтатному порогу. Держите эту нагрузку в течение 40 минут. При данном пороговом темпе вы должны сохранять способность разговаривать, но с большим трудом, произнося на одном дыхании не более 3-5 слов. Для заминки 10 минут покатайтесь в неспешном темпе. Опять-таки данную сессию можно выполнять на вело или турботренажере. Требования к питанию. Во время высокоинтенсивных тренировок организм должен получать углеводы, в противном случае вы не сможете выполнять такие сессии. Ежедневная потребность в углеводах составляет не меньше 5 грамм на килограмм массы тела у женщин и 7 грамм на килограмм массы тела у мужчин. Это примерно 5-7 порций размером с кулак, распределенных по приемам пищи и перекусом. Кроме того, вам понадобится 4-6 порций протеинов размером с пригоршню, то есть по 0,25 грамма на килограмм массы тела каждая. Если вы планируете выполнять высокоинтенсивные сессии по утрам, позаботьтесь об углеводах во время основного приема пищи накануне вечером. Рассчитывайте размер порции, исходя из того, что вам нужно 1-2 грамма на килограмм мт. Кроме того, съешьте завтрак аналогичного размера не менее чем за 1-2 часа до начала тренировки. Если вы планируете выполнять сессию по вечерам, убедитесь, что вы потребляете по 1 грамм на килограмм массы тела углеводов за завтраком, обедом и полдником до начала занятий. Сверитесь с примерами схем питания при высокоинтенсивных тренировках, чтобы определиться, как именно вам стоит удовлетворять свои потребности в зависимости от времени суток, когда вы планируете заниматься. После тяжелой тренировки восстановление играет колоссальную роль. Если в течение ближайших 12 часов у вас запланирована еще одна тренировка, восстановление должно производиться в первые полчаса после окончания занятий и включать 1-2 грамма на килограмм массы тела быстродействующих углеводов и 0,25 грамма на килограмм массы тела легкоусвоимых протеинов в жидкой форме, прекрасно подойдет ароматизированное молоко или мука шейк. Если ближайшая тренировка намечается не ранее, чем через 12 часов после предыдущей, восстановление должно происходить в первые 2 часа после окончания занятий и включать 1-2 грамма на килограмм массы тела углеводов и 0,25 грамма на килограмм массы тела протеинов. Попробуйте чиликонгарни с чечевицей и фасолью. Планирование недельного графика тренировок. Несмотря на то, что питаться каждый день в соответствии с типом тренировок очень важно, вам обязательно следует продумать, как будут сочетаться все приемы пищи в течение недели. Вторник, среда и суббота, дни низкоинтенсивных нагрузок организм не нуждается в углеводах для выработки энергии, но каждый из этих дней предшествует дню с высокоинтенсивной нагрузкой или съездой на выносливость, а значит придется заранее позаботиться о поступлении в организм топлива. Для этого будет достаточно приема пищи, богатой углеводами, во вторник и среду вечером, а также маленькими регулярными порциями в субботу. К тому же в процессе подготовки к высокоинтенсивной сессии в понедельник вам необходимо обратить особое внимание на восстановление в воскресенье за счет приемов пищи или перекусов, содержащих потейные углеводы, каждые 2-3 часа. Образец расписания недельных тренировок. Понедельник 60 минут, высокая интенсивность. Вторник 60 минут, низкая интенсивность, восстановительная езда, укрепляющая аэробную базу. Средоотдых. Четверг 80 минут, высокая интенсивность. Пятница 90 минут, езда умеренной интенсивности с постоянной скоростью. Суббота отдых, воскресенье 3 часовая или более продолжительная, езда низкой или умеренной интенсивности на выносливость. Всем удачи! Суббота отдыха! 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 Суббота отдыха!